Приветствую вас, и нет, вы не участвовали, вы совершали ошибки, как и все, вы совершали вещи, которые были не совсем, может быть, правильными, но никто не устанавливал нам правильность, никто не говорил, как жить, никто не учил нас. Как жить, и каждый человек сам познает свои ценности, сам познает, чего он стоит, только в процессе такого вот опыта, который он получает в индивидуальном порядке. Что я вам могу сказать по поводу вашего прошлого? Как я понял, переживаете вы в основном из-за него, из-за своего прошлого. То есть, что в прошлом вы поступали ненадлежащим образом, изменяли, не могли выбрать и прошлое. Дело в том, что на тогда, на тот момент, вы находились в ситуации. Вы находились в определенной ситуации и никак не могли поступить иначе, чем поступили тогда. Почему? Потому что, на тот момент таковы были ваши желания, на тот момент таковы были ваши приоритеты. На тот момент, такой был ваш опыт, который позволил вам поступить только определенным образом. И это означает, что находясь внутри ситуации, имея с ней эмоциональную связь с этой ситуацией, человек может поступить только одним образом. А вот когда прошло время, когда эмоциональная зависимость больше уже вас не беспокоит, когда вы можете посмотреть на ситуацию, оглянувшись назад, посмотреть на нее не изнутри, а как бы снаружи, извне, вы увидите, что в действительности, конечно же поступили неправильно. Почему? Потому что, благодаря этим ситуациям, вы получили опыт, вы получили знания о том, что для вас ценно, что для вас важно, что правильно, а что неправильно. И если бы этих ситуаций не было бы, то вы не смогли бы получить этот опыт, вы бы не смогли понять, что же действительно важно, что по-настоящему ценно, что правильно. И это означает, что ситуации эти были вам даны как раз для того, чтобы вы лучше познали себя, чтобы в отношениях с людьми вы увидели саму себя, поняли саму себя, осознали бы свои ценности, идеалы, мотивы, стремления и желания и стали мудрее, но в тот момент вы не могли поступить никак иначе. Но это понять, что все взаимосвязано и без одного не было бы другого. Вы бы не говорили себя, если бы не прошли через это, но не проняли через это, вы бы не обрели свою четкую систему ценностей, которая сейчас у вас безусловно есть. То есть, как вы понимаете, все пошло на пользу. Другое дело, что если вас грызет тот факт, что вот вы разбили сердце людям, то вы можете им написать, извиниться, если вам будет от этого легче. Ничего страшного и ничего постыдного в этом нет. Если ваш молодой человек настоящий, который сейчас вас готов понять, признайтесь ему тоже о том, что делали. Но сделайте это аккуратно так, чтобы он оказался к этому готов. Если вы чувствуете, что он не готов, лучше не говорить, лучше не признаваться, а свою боль от ошибок восполнять тем, чтобы делать его счастливым, чтобы делать его жизнь прекрасной. И каждая его улыбка, каждая его радость будет свидетельствовать о том, что вы изменились, что вы осознали свои ошибки, что вы на самом деле очень хороший, личностно зрелый человек. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, помог вам, если какие-то вопросы остались. Обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарю.